Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет обзор пустых баночек по итогам сентября. Вы знаете, если честно, это второе видео всего лишь в моей жизни о пустых баночках. Когда я снимала первое за август, я, конечно же, подготовилась. Я собрала все пустые баночки, я сделала такую генеральную уборку в своих косметичках, и у меня набралась огромная коробка. Я так переживала, что на новый месяц у меня уже нечего будет вам показать. Но согласитесь, декоративная косметика, она не заканчивается так быстро. Ну, конечно, такие вот гели, пены, шампуни, да, у них расход большой. Но, тем не менее, коробочка набралась вот такая вот, опять большая. И сейчас покажу все, что понравилось, что не понравилось, будет самый честный обзор. Итак, поехали. Сразу уберем сверху большие коробочки. Это коктейль Wellness клубничный. Пью я коктейль Wellness уже на протяжении 8 лет и очень нравится. У нас, правда, всего три вкуса. Шоколад, ваниль, клубника. И любимый у меня ванильный. Но иногда хочется поменять вкус, и тогда я беру или клубнику, или шоколад. Этот белковый коктейль, он помогает нам, нашему организму, чтобы организм получал белок, клетчатку, витамины, минералы. Здесь очень богатый состав. И я вижу потрясающий результат от применения коктейля, особенно в сочетании с витаминами Wellness Pack. Пустая коробочка. Во второй коробочке осталось 4 пакетика, ну, еще не допили. Немножко, значит, кто-то пропускал, не пил каждый день, потому что женские витамины мы пьем вместе с дочкой. Итак, сочетание коктейль и витамина дает потрясающий результат. Это идет омоложение изнутри. Регулируются все внутренние балансы организма. И состояние просто классное. Очень важно то, что мы перестали болеть. Это вот для меня на первом месте такой результат номер один. Потому что раньше, как только холодало, сразу мы бегом в аптеку. Сейчас этого нет. Вот, вот, фу, как принято делать. Поэтому пьем вместе. Пьет Миша тоже обязательно Wellness. Вот так поставлю коробочки, потому что продукции много будет. Миша тоже очень доволен. И мы рекомендуем всем, конечно. Краска. Одна коробочка, одну выкинули. Нечаянно. Потому что крашу волосы я каждые три недели. Потому что отрастают корни. Становится заметная краска. Это я пользуюсь сразу с момента, как только ее стали выпускать в Арифлейм. А это уже пять лет. Пять лет я пользуюсь одной краской. И мне она очень нравится. Мне нравится качество волос. Они такие классные. Мне нравится, что краска не вымывается. Волосы такие блестящие. Красивые. И краску обожаю тоже. У меня много-много клиентов, которые заказывают эту краску. У меня мама тоже только ей пользуется. Мне очень нравится, когда волосы только покрасишь. Они становятся такие шелковые. Такие гладкие. Напитанные. Вот просто классные. Такие все рассыпчатые. И за счет чего это происходит? В составе краски входит льняное масло и омега-3. То есть мы красим волосы, вроде бы говорят, краска волосы портит. А здесь наоборот, волосы получают уход классный. Ну, раз уж говорим про волосы, давайте посмотрим мой любимый шампунь, который, к сожалению, закончился. И больше такой шампунь не выпускает. Это серия Nature Secrets, клубника и миндаль. Для меня это был самый лучший шампунь на свете. И я как-то в последний раз, когда была на них распродажа, я прям как почувствовала, что они скоро закончатся. И взяла сразу 10 у таких больших объемов, 400 мл. И мне их надолго, конечно, хватило. Но я никогда не пользуюсь все время одним шампунем. Я меняю, я все время пробую новинки. И замену я нашла этому шампуню из сегодняшней коллекции. Как же она у нас правильно называется? Тоже Love Nature. Она такая осталась, такое же название осталось. Шампунь, яблоко и бамбук. Вот он просто полный аналог по эффекту, который получают мои волосы от этого шампуня. Так что я довольна и моих страданий никаких не было. Я легко перешла на другой шампунь и очень довольна. Еще у нас, кстати, что интересно, мы очень любим шампунь с кокосом и пшеницей. Хотя волосы у нас не сухие на макушке, да. Но за счет того, что волосы длиннющие у меня и у дочки, требуется питание, увлажнение вот кончиков волос. Поэтому этот шампунь нам очень нравится в том плане, что он очень, естественно, классно напитывает волосы. Ну, я им тоже довольна, периодически им пользуемся. Так, для волос закончился кондиционер серии Хайр Икс для поврежденных волос. Бомбический просто кондиционер. И уже, наверное, второй флакончик, третий заканчивается. И я взяла еще несколько новых, когда они были по акте. Это говорит о том, что он очень крутой, очень классный. Потому что если мне продукт не нравится, я его больше не заказываю и никому не рекомендую. Так, волос закончился. В старой еще упаковке сухой шампунь. Мы уже, кстати, набрали новых. И тут я обнаружила флакончик, в котором практически ничего не было. И я его буквально за два раза испшикала. Сухой шампунь. Вот это действительно просто находка, палочка, вручалочка. Потому что когда вдруг некогда помыть голову, а надо куда-то выйти в люди, то это просто такое спасение. Буквально несколько пшиков. Ну, естественно, падает даже. Пустой, потому что. Несколько вот так вот взбитий нужно сделать. Встряхнуть флакон. Нанести на кожу, да, разделяя волосы на прикорневую часть. Этот сухой спрей. Ну, он прям вот такой сухой идет. Вот взбить все это руками, расчесать расческой. И волосы реально, как будто я только вышла из ванны, помыла их и высушила. Но я часто этим не пользуюсь, потому что я не думаю, что это полезно для волос. Но, как иногда, как вот такие ситуации в поездке где-то, всегда с собой беру. И всем рекомендую, потому что удобная штучка. Ну, так. Посмотрим вот этот гель. Гигантский объем. Я даже забыла, с чем он. Тут не написан состав. Но вот это какая-то ягода, морожка, по-моему, с морожкой. Когда он только вышел, первое впечатление у меня было просто отпадное. Мне так понравился он все. Но буквально несколько раз я им попользовалась. И у меня просто к этому аромату какое-то отвращение пошло. И, в общем-то, я им уже потом не пользовалась. Пользовались Миша, Лера. Вот. Ну, я рада, что он закончился, потому что этот запах меня преследовал. После того, как кто-то из них примет душ, и потом в квартире этот запах. Все, этот продукт я уже второй раз не закажу. Качество геля супер, на высоте. Но аромат мне не подошел. Поэтому я всегда понимаю, что одному человеку может нравиться качество крема. Или аромат. А другому то же самое вообще ни в какую не подходит. И я всегда рекомендую пробовать, прежде чем купить. То есть, если есть возможность приобрести пробники, обязательно берите пробники. Если есть возможность у кого-то понюхать, обязательно делайте это. Вот. Это маленькая такая рекомендация. Так, что еще? Здесь у нас для тела. Ага, вот еще. Кстати, закончился давно этот флакончик, но я его не выбрасываю. Если присмотреться внимательно, то здесь написано «Ли Стокгольм Лилия Донского Велком». То есть, этот гель нам подарили в Швеции, когда мы были на конференции. И мы просто, как он заканчивается, мы опять наливаем какой-нибудь, например, из большого объема, мы переливаем сюда гель. И пользуемся. И просто прикольно то, что, кстати, 45 лет Арифлейм, вот я как раз была в Швеции. Классные воспоминания. И эту бутылочку я выкидывать не буду. Так, для тела. Закончился лосьончик. Это магнолия. Забыла, по-моему, с инжиром. Магнолия инжир. Честно. Качество крема просто бомба. Ой, капелька там осталась. Не могу уже его достать. А аромат мне не подошел. Как вот с этим, ну, у меня нет в нему отвращения, но радости нет. То есть, когда вот пользуешься чем-то, хочется получить еще удовольствие. Просто вот на максимум, на 100%. От этого радости нет. Качество супер. Да, я эссенза серию люблю всю. Особенно лимон вербена и жасмин нероли. Это два моих любимчика. Я то один, то другой беру. Такой я уже не повторю. У меня еще там мыло заканчивается. Или там гель для душа. Я его использую как мыло для рук. Просто, ну, удобно. Так, что тут еще для тела? Закончился скра... Ой, антицеллюлитный гель. Я не знаю, помните вы такой или нет. Но он у меня уже там был остатки. Я его быстренько довымазывала. Потому что у меня одновременно открыто три геля антицеллюлитных. И у меня вообще, в принципе, сразу открыто 3-4 шампуня, пару кондиционеров для волос, геля для душа одновременно 5. Поэтому заканчиваются некоторые вещи вместе, некоторые с маленьким интервалом. Просто я люблю пробовать, во-первых, все новое. И не успевая закончиться, один продукт выходит новый. Я его сразу беру, начинаю тестировать. Этот забрасываю. Но стараюсь все домазывать. Все-таки денежек стоит. И вот я его закончила антицеллюлитный гель. Но я считаю, что это незаменимая штука. Особенно если сидячая работа, как у меня за компьютером много времени. Целлюлит появляется, кожа. Все равно она теряет тонус, теряет упругость. Эти гели помогают. Просто вот кожа как будто подпрыгивает. Какое важное условие? Пользоваться каждый день. Не лениться. Обязательно разогревать кожу. То есть я сначала захожу в душ. Потом я растираю кожу. Желательно там душ, мочалочка потереть. Чтобы вот разогреть, разогнать кровь. И потом я наношу этот гель тоже с массажером. И прям так, знаете, я себя не щажу. Прям хорошо так продираю кожу. Он классно впитывается. И вот реально, буквально несколько дней проходит. И кожа другая становится, ну как будто прям подпрыгивает. Попочка такая упругая становится. Ножки подтягивать. Ну, то есть мне очень нравится. Я и животик использую. Кстати, у кого вот руки, вот в этих местах бывает, так отвисают. Как-то мышечная упруга стеряется. Тоже классно, кстати, здесь подтягивает. Ну, супер. У меня даже одна знакомая пользуется на шею. А не с сулитными гелями. Я не пробовала. Пока нет необходимости. Но она говорит, что классно, как будто подтяжку сделала. Но эффект, да, проходит быстро. Так, что еще у нас для тела? Ножки. Закончился один из любимейших ароматов. Это клубника. Не знаю, с чем, но клубника. Для ног. Дезодорант спрей. Это просто самый, наверное, бомбический продукт для ног. Потому что кремов у нас очень много. И какие-то мне очень нравятся. Какие-то, ну, так себе. Я люблю все с ароматами. Но вот этот дезодорант, он просто необыкновенный. Особенно вот этот запах клубники. Мы с дочкой прямо за него дрались, когда уже он заканчивался. Она говорит, мама, дай еще такой. Я говорю, такого больше нет. Она говорит, как жалко. Мне тоже очень жалко, потому что, ну, приятный запах, очень классный. Так, поставим. Так, это не мое. Это закончилось у дочки. Крем S&Tiles с абрикосом. Ну, когда тебе 19 лет, то любой крем, в общем-то, будет в кайф. Я даже не пробовала. Я только понюхала. Ну, хорошо. Может быть, разик я попробовала. Но просто для меня очень важно, чтобы крем работал. А работает со мной, с моей кожей только уже на Вэйдж. Это Эколлаген. Это Ultimate Lift. И сейчас как раз расскажу про свой опыт. Опыт работы с пигментами. Я взяла себе два средства. Сыворотку и дневной крем от пигментации. У меня высыпали вот реально четыре таких. Одно крупное, прям пятно вот здесь было. Тут два меленьких и тут еще одно. Ну, вообще непонятно. И использовала я почти три месяца. Чуть-чуть поменьше. Сыворотку и крем для лица. Пятна практически прошли. То есть, маленькие остались чуть-чуть незаметные. Большое совсем прошло. Я этому очень вообще рада. Я в восторге. Что о самих продуктах могу сказать. Сыворотка опять с плюсом. Просто у меня восторг от ее консистенции. Как она ложится на кожу. Какая она вся вот приятная. Вообще просто вот это действительно вот маленькое волшебство. Я прям с удовольствием повторю эту сыворотку. А вот крем для лица дневной. Честно, я буквально уже последние дни, когда он уже вот-вот заканчивался. Я просто не могла дождаться, когда он закончится. Я вымазывала его на все. Вообще чуть ли не на все тело. Потому что для меня он тяжелый такой. Он слишком густой. Он так плохо впитывается. И я его чувствую как маску на лице. Вот я вам даже его покажу. Как он такой густой крем. На руке-то так непонятно. А лицу некомфортно. Особенно учитывая, что это дневной крем. И то, что сверху нужно накладывать макияж. А такое чувство, что у меня тут маска. И я просто вообще не могла. Я его стала пользоваться и утром, и вечером. Во-первых, чтобы быстрее использовать. Во-вторых, чтобы был эффект быстрее, осветление. Чтобы не надо было продолжать им пользоваться. И вот это был день праздника, когда он закончился. И я достала свой любимый на вейдж. И стала им пользоваться. Это мое впечатление. Но, кстати, я не скажу, что этот крем плохой. Нет. Кому-то он очень понравится. Потому что у меня есть подруга, моя клиентка. Она берет только его. Постоянно. Ей он нравится. Она брала его, когда он был еще в таких более приплюснутых баночках. И с такой коричневой крышечкой. И она каждый раз мне говорит, опять мне привези такой крем. Но вот мне он не пошел. Поэтому, опять же, берите пробники. Пробуйте. Как вам подойдет или нет. Тогда вы получите свой результат. Вот, кстати, для волос еще пропустила одну штуку. Это сыворотка с дозатором для кончиков. Это антивозрастная. У нас еще есть для поврежденных волос такая сыворотка. Сейчас новенькая. По-моему, антивозрастную уже убрали. Вот это продукт тоже незаменимый. По крайней мере, для длинных волос, которые путаются. Кончики сухие. Кончики могут сечься. Меня буквально вот эта сыворотка спасает просто от того, что я не стригу волосы часто. У меня получается, что я кончики подрезаю где-то раз в полгода. Всего-навсего. И когда меня стригут, ни одного сеченого кончика не находят. Потому что сыворотка прям защищает конкретно от повреждений волосы. И соединяет. Если кончики у вас, например, есть сухие, да, вот эти язычки. Она их склеивает и не дает им дальше ползти. Вот это ее фишка. И, конечно, она выглаживает прям волосы. Вот бывают кончики такие вот. Ну, не очень аккуратные. Я, например, не разглажу волосы. И они высохнут как попало. Как мочалочка кончики. И я прям мажу маслом сывороткой кончики. И они выглаживаются. Просто супер. Так, что-то еще для лица. Эта дочка закончила. Гель Алоэ. Кстати, пользуется она у меня разными сериями. Чайное дерево, Алоэ. Сейчас я ей Оптимус достала. Вот. Ну, для молодой кожи это, конечно, супер. И мне очень нравится запах. Какой аромат. И этот гель, то есть вся эта серия Алоэ, она работает со спалениями. То есть, если кожа там, ну, что-то где-то там в спалении. Она такая гипоаллергенная. И подойдет, мне кажется, вообще всем. У кого очень маленький бюджет, то прекрасно можно взять какую-то серию вот из таких вот, ну, недорогих. Тоже Love Nature. И пользоваться. Просто лицо будет получать увлажнение, уход. Но не будет получать таких вот, ну, как от Новэйдж. Такие два крючка, сморшенных стручка. Это зубная паста. Мне нравится. Тотальная защита и травяной комплекс. У нас сразу открыто по три-четыре пасты. Все, которые есть, разные, я все открываю. И то одной пользуемся, то другой. И пореже отбеливающей, а этими часто. Поэтому пасты тоже часто заканчиваются. Все-таки нас трое. Мыло. Очень вкусная упаковочка. Повторяю, уже не первый раз заказываю с ананасом. Я вообще обожаю запах экзотических фруктов. И в том числе ананасы. Я просто тоже очень люблю. Крем для рук. Кстати, вы еще можете успеть в текущем каталоге номер 13 урвать буквально такой крем. Всего за 99 рублей. По цене каталога. Со скидкой это 79 рублей. Этот крем у меня, может быть, уже пятый тюбик заканчивается. Единственное, что мне в нем не понравилось, то что я не могу выдавить до конца. То есть я чувствую, что его тут даже видно на просвет. Что там еще что-то есть, но он уже не выдавливается. Но это меня не останавливает от покупок. Вот если в этот раз вам показать его. Ну, густой такой, питательный. И если кожа рук уже истончается от возраста, она уже не такая, как у молодых, то надо давать много питания. И крем должен быть пожирнее. Потому что легкие кремики, они не помогают восстановиться кожи. И маленькая рекомендация. Вот я себя приучила. Надеюсь, что вы тоже последуете моему совету. Все домашние дела, которые связаны с мытьем чего-либо. То есть где вы взаимодействуете со средствами для мытья, очистки. Делайте все в перчатках. Вот вы знаете, я себя вообще не могла приучить. Ну, ни в какую. Я понимала, что перчатки защищают. Но вообще никак. И как-то раз я разговаривала с одной своей знакомой. Я ее очень уважаю. Это такая шикарная, стильная женщина. Умничка просто. И мы говорили о красоте, о том, о сём. И она говорит, о чём я жалею больше всего? То, что я с молодой никогда не мыла посуду, генералку никогда не делала в перчатках. И сейчас, глядя на свои руки, я понимаю, что я очень плохо себя вела. Вы знаете, эта фраза на меня возымела огромное действие. Я просто посмотрела на ее руки. Представила, что можно этого избежать или оттянуть как-то хотя бы, да, отсрочку какую-то получить. Чтобы кожа так не старела, не иссыхалась, не скукоживалась. Теперь я... Ура! У меня победа! Я приучила себя. Я пользуюсь перчатками постоянно. Даже когда вымыть надо там три тарелки. Пока вот нет посудомоечной машины. Но скоро, надеюсь, уже будет. Я одеваю перчатки. И все, что можно там почистить, какие-то овощи, я делаю в перчатках. У меня теперь три пары. Одна для там ванной там все мыть. Одна для посуды. Одна для овощей. И я привыкла к этому моментально. Вот просто одна фраза. И внутри бум-щелчок. И, конечно, крем для рук. Не ленитесь. У меня всегда открыто тоже три. Вот сейчас три прям открыто. Вот это закончилось. Сейчас такой же открою. Три крема. Потому что, ну, то, чтобы запахи не надоедали. И по состоянию. Например, на ночь обязательно пожирнее. Днем, когда я знаю, что там сейчас что-то нужно будет делать. Там взаимодействовать с бумагами. Что-то писать. Я наношу полегче крем. Чтобы он быстро впитался. И не доставлял мне дискомфорта. Вот, как-то так. Еще закончилось тоже средство смягчающее. Обожаем это средство. У нас вкусно пахнет. По-моему, с клюковкой. Очень крутое средство. Просто для всего. Пользуемся все. И Миша, и Лера, и я. У нас только кот с собаками не пользуется. Почему мы его так любим? Потому что она смягчает все. Губы. Можно глазки. Вот тут вокруг глазок нанести. Если носик. Вот бывает зимой там, как-нибудь конденсат. Идем, да, носик натерли. Особенно детки часто натирают рукавичками носик себе. У них губки обветриваются. Там щечки. Вот смягчашечка для всего. Я еще и люблю ее использовать на кутикулу. Обязательно локти. Я стараюсь каждый день на ночь помазать локоточки, коленочки, пяточки. Просто вот у кого проблема с пятками. Сухие, трескаются. Ну, не экономьте. Кстати, в следующем каталоге будет с ароматом граната, с огромной скидкой. Это средства. Я их возьму сразу же, только 10. Потому что я не экономлю на этом средстве. Наношу толстеньким слоем. И он прям так вот напитывает кожу. Все это сглаживает. Кстати, еще очень круто убирать болячки. Бывает, у детей там болячку посадили. И она сухая. Кожа стягивает. Они ее сдирают. И никак не заживет. Так вот, намажьте болячку этим средством. И она отвалится. И не поранит кожу. То есть не пойдет новая кровинка, которая опять станет болячкой. Поэтому это средство тоже номер один. Прям супер. Кстати, именно с этой баночки. Правда, это была розовая такая баночка. Началась история компании. То есть это был первый продукт, который изобрели, выпустили. И он до сих пор неизменный. С таким же значком Арифлеем. Просто вот супер. История, легенда. Еще закончились два средства для ногтей. Это, я скажу, защитная основа под лак. И глянцевое покрытие два в одном. Ну да, удобно, кстати, можно и под лак нанести, и сверху. Но сейчас я пользуюсь под лак гелем. Гель, который пленка снимается. Отзывы самые разные. Кому-то очень не нравится. Говорят, ногти портят. Я этого не замечаю. Для меня это фантастически удобное средство. Что вот я нанесла лак. И у меня обычно не хватает времени быстро перекрасить. Потому что это надо его стирать. Этот неприятный запах средства вот этого не ацетоном. Я им, конечно, не пользуюсь. Это вообще убийство ногтей. Ну, средство для снятия лака. Надо снять. Надо руки помыть. Оно все равно сушит. А это я просто, например, купаюсь в душе. Смотрю, что уже где-то там начинает облупляться. Или посуду помыла. Нет, посуду сейчас уже не мою с этим средством. Ну, то есть водички. Контакт с водой подольше. И аккуратненько сбоку поддеваю. И просто срываю эти ноготочки все. И можно тут же красить новую. Вот для меня это фантастика. Поэтому средство закончилось. Сейчас пока повторять не буду. А вот сушка. Ну, это как и основа. А, закрепляющее покрытие для лака. И сушка. Вот у него такие интересные обозначения. С шашечками сверху. Вот оно просто классное. Я его наношу на толстый-толстый слой лака. Сушит мгновенно. И еще и сверху такой глянец получается на лаке. И фиксация. Я с маникюром хожу минимум 5 дней. 5 дней. Да это же вообще фантастика. Ну, нормально. Потом надоел, быстро перекрасила и все. Так, еще у меня закончился один лак. Кстати, бесподобно крутой цвет. Но он даже не закончился. Но загустел очень сильно. Мне это не понравилось. Потому что хочу такой цвет. В большом флаконе. 5 мл всего. Но не успели вымазать. Высох. Никакой-то недостаток. Потому что за ивановские лайки, они вообще, мне кажется, не сохнут. У меня есть такие старые-старые. Уже там по чуть-чуть осталось. Там меньше половины. А они отличные просто. Это дочка отдала. У нее закончилась тушь. Ой, как ее открыть? Уж высох. Она говорит, мама, у нее давно закончилась. Она выкинет ее. Тушь с такой необычной кисточкой. Мне кажется, сейчас такую не выпускает. Но есть с аналогичной кисточкой в зеленой упаковке. Охлаждающая тушь. А это такая уже старенькая. Ну, прикольная тушь. Ей нравилась. И последний продукт. Это линер. Лайнер я его называю. Или фломастер. Для того, чтобы рисовать стрелки. Кстати, очень удобная штука. Единственная. Ну, быстро заканчивается. Вот, наверное, единственный недостаток. Буквально два месяца. И он уже... Ну, опять же, почему он у меня быстро заканчивается? Потому что я сначала крашу тени. А потом сверху крашу стрелку. И, конечно же, тени забивают вот этот наконечник. Конечно, если бы я пользовалась всегда только по чистой коже, то такой бы эффект, что он быстро закончился, у меня бы не настиг. Ну, я считаю, что этот продукт тоже супер. Много-много раз я его заказывала и буду заказывать. Потому что очень удачный вот этот вариант рисования стрелок. Просто без отрыва. Потому что привычное такое... Как будто я ручкой пишу. А тут я ручкой так же беру и просто одним движением провожу стрелку. Я просто в восторге от этого средства. Вот и все. Наша коробочка пустая. Вот. Давайте посчитаем, сколько продуктов за месяц у меня было из расходов. Начнем с крупных, чтобы... 24, 25, 26, так как было, 27, 28, 29 продуктов. По сумме получилось практически 14 тысяч на текущий момент. То есть, если что-то со скидками, что-то без скидок идет. Но если мы понимаем, что я беру всегда все со скидками, да, то получается, что вот это все примерно на 350 баллов. Но так как я беру все со скидками, мы немножечко откидываем. То есть, у нас 150 баллов. Это wellness, витаминки и коктейль. Обычно 3 пачки бывает заканчиваются. Ну и здесь немножечко. То есть, в любом случае, получается, что мы зарасходовали больше 250 баллов за один месяц. Ребят, задумайтесь, сколько людей вокруг нас, которые также моются, любят ухаживать за собой, для которых важно, чтобы их внешность не старела, не портилась. То есть, если мы с вами будем доносить эту информацию, делиться открыто, показывать свои результаты, держать вот этот имидж классного консультанта по красоте, партнера компании Алифлейм, представьте, сколько людей вы можете привлечь в свою организацию. И каждая семья, если будет брать, ну, хотя бы 150 баллов, то всего 50 человек, 50 семей пригласить, и вы станете директором. Зарплата у директора примерно от 30 тысяч и выше. Только задумайтесь, что в каждом доме, где светится окошко, там живет человек, который моется, чистит зубы, моет голову, в конце концов, да, что-то делает своей внешностью. Конечно, у кого-то расход поменьше, а у кого-то больше, чем у нас. Я даже не удивлюсь, что если кто-то скажет, так мало вы используете, запросто, конечно. Поэтому, моя вам рекомендация, делитесь со всеми, рассказывайте, рекомендуйте, у нас классная продукция, супер качество, просто на высоте. Спасибо вам за внимание, надеюсь, я вас вдохновила на новые свершения, особенно в преддверии новой акции, когда вы сможете людям подарить возможность выиграть автомобиль, и сами тоже можете поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Я уверена, что кто-то из вас станет обладателем машины, ноутбука, айфона или путешествия. Пусть это будете вы. Ставим лайк, если видео понравилось, подписываемся, на колокольчик нажимаем, пишите комментарии, если есть какие-то вопросы, задавайте. Давайте просто обратную связь, я очень люблю с вами общаться, вы меня вдохновляете на новые свершения. И даете, кстати, много интересных идей, ведь именно благодаря вам мы начали записывать видео с обзором пустых баночек. Все, точка. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok